Зверька с того другого берега, прекрасная Америка, умыта голубым дождём. Америкой мы восхищаемся, возмущаемся, мечтаем о ней и её же проклинаем. У нас даже фразеологизмы есть об этой стране. Когда человек говорит что-то банальное, то, что всем давно известно, про него можно сказать так, ну, открыл Америку. И действительно, что такого свежего в открытии Америки? Ведь этому событию уже более пяти веков. А между тем, тут есть одна интрига, о которой знают далеко не все. Америку открыл Колумб. Это известно даже детям. Кто и как открыл Америку? Северную или какую? Южную. Америку открыл Кристофор Колумб. Колумб открыл Америку в 15 веке. Однако сам Колумб полагал, что приплыл в Азию. Ведь именно к Индии он решил отправиться необычным путём, не огибая Африку. Открыл Колумб, а новый материк получил своё имя от флорентийца Америка Веспуччи, который посетил Америку через несколько лет после Колумба. Почему так произошло? Вопрос спорный, конечно, понимаете. Много очень этих гипотез и викинги открывали. Возможно, потому, что Америка Веспуччи очень ярко описывал новый континент. Его животный и растительный мир, быт коренного населения в своих письмах друзьям. Эти послания стали публиковаться на многих языках и фактически открыли Америку Европе. И никто не стал протестовать, когда через год после смерти Колумба картограф Геллокоминус впервые написал на карте название нового материка Америка. И хотя имя Колумба тоже есть на карте, оно дано одному из южноамериканских государств Колумбии. Всё равно ощущение исторической несправедливости остаётся. Мне всё равно, мне дают, я это учу. Редактор субтитров А.Сёмкин